А мое возведение на Патриарший престол, которое состоялось 1 февраля 2009 года, совпало с Днем Памяти Святаго, святителя Марка Ефесского. Марк Ефесский – это тот человек, который единолично спас все православие от Унии. После того, как Константинополь был ослаблен максимально нашествием Сарацин, то император Константинопольский подумал, что надо было бы привлечь воинские силы западных стран для того, чтобы отразить эту атаку на Константинополь. Ну, а получилось так, что без благословения римского папы никто не поднял бы меча и никто бы не пошел защищать Константинополь. И вот для того, чтобы спасти Константинополь, император принимает решение, чтобы православная церковь подчинилась Риму. И Константинопольский патриарх принимает это же решение, и большинство епископата и отправляются в итальянский город Феррари, а затем во Флоренцию, где и состоялся этот Ферраро-Флорентийский собор, на котором все патриархи и архиереи подписали унию с Римом. Не подписал ее только Марк Эфесский, который понимал, что не может быть объединения под страхом, не может быть объединения из-за прагматических соображений, но, что самое главное, не может быть объединения через отделение. Объединялись с Римом и разрушали единство со значительной частью православного мира. И святитель Марк понял эту беду, в которую впадало все православие и восстал мужественно на Ферраро-Флорентийском соборе и не подписал этой унии. Моя архиерейская хератония 40 лет тому назад, в день торжества православия, символа победы над всякой ересью и восшествия на патриарший престол в день памяти святителя Марка Эфесского я не считаю случайным. Слишком много случайностей для того, чтобы отмахнуться от этого стечения обстоятельств и сказать, что это ничего не значит. Для меня это значит многое. И хранить чистоту православной веры, сопротивляясь всякой ереси и всякому соблазну. Мы должны защищать православие. Как защищали его отцы Седьмого Вселенского Собора, как защитили его патриарх Мефодий и императрица Феодора с сонмом иерархов, как защитил его Марк Эфесский. И наши новомученики, и исповедники Церкви Русской. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok